И ты должен быть благодарен этим арабам, потому что они приехали для того, чтобы тебе помочь, когда враг пришел на твою землю. Они из своих арабских стран оставили свои семьи, оставили свое имущество и приехали, чтобы помогать тебе, как добровольцы. Прекрасно мы с тобой знаем, что такое предать. Что значит предать? Предать – это значит быть сегодня здесь, потом перейти к врагу и вместе с врагом бороться с теми, с кем ты был. Вот это значит предать. И мы с тобой знаем, кто это сделал. Давай без ля-ля. Салам алейкум. Соответственно, ты, видимо, не видел моего последнего видео, где я как раз разбирал это его душераздирающее выступление в парламенте. Если изначально человек говорит, что белое – это белое, а черное – это черное, но потом он переходит на сторону врага и уничтожает свой народ, становится наместником врага на нашей земле, это не значит, что он изначально был на своей позиции. Он не был на своей позиции. Он был как раз таки на позиции, что Россия – это враг, что война с Россией – это священный джихад, что любая женщина не должна спрашивать вообще разрешения мужа, отца, брата. Она должна выходить и воевать, бороться против российской власти, российского оккупанта, значит, российских военных. Он говорил это, а затем перешел на сторону этого же российского врага и стал уничтожать тех, которых он вчера призывал к войне против России. А то, что в промежуток между двумя войнами он говорил, что преступность – это плохо, и что он против ваххабизма, это не меняет того, что он предатель. Вы поймите, от того, что он взял вот так вот белую простыню и сказал «она белая», это не значит, что он был на своей позиции. Вы прекрасно знаете, что он не был на своей позиции. Ну, а по поводу меня, что я там куда-то переобуваюсь и так далее, ну, это-то, это ладно. Вы прекрасно знаете, кто переобувается, а кто нет. Не буду даже это как-то комментировать. Патриот, не Юлии Тумсо. Он изначально был против идей ваххабизма. Окей, с этим я и не спорю. Если ваххабистам разрешено обращаться и завозить сюда арабов, то ему мешало заручиться поддержкой и другой стороны конфликта. У другой стороны конфликта. К тому же, скажи мне, сколько людей спасли от гибели Басаева, Хаттабы, Бараева и скольких спас и освободил Кадыров. Так, давай вот это вот, очень интересный момент. Он изначально был против ваххабизма, но это наоборот его дискредитирует только, потому что ваххабизмом он тогда назывался только религиозное ответвление. Мы называли ваххабистами тех людей, которые исповедовали ислам не так, как вот суфи, а как суфизм, который теперь мы уже видим, что суфизм это у нас оказывается в Чечне, это такой путинский ислам. То есть это то, на что есть лицензия из Кремля. И вот Кадыров тогда еще против ваххабизма, значит он против любого иного ислама в Чечне и стоит на позиции, что там может быть только суфизм. Это что? О чем это говорит? Это еще раз только доказывает то, что Яндальбиев был очень проницательным человеком, очень грамотным политиком и тем человеком, который мог заранее вычислять вот таких вот работников российских спецслужб. Это скорее аргумент против вас, нежели за вас. Да, он изначально был против ваххабизма и это показывает то, что он изначально был кремлевским агентом. Далее, что касается обращаться и завозить сюда арабов, у нас арабов, насколько мне известно, никто никогда не завозил. Те арабы, которые приехали на войну, это были добровольцы, которые приехали помогать нам, нам, Чеченскому. И ты должен быть благодарен этим арабам, потому что они приехали для того, чтобы тебе помочь, когда враг пришел на твою землю. Они из своих арабских стран оставили свои семьи, оставили свое имущество и приехали, чтобы помогать тебе, как добровольцы. Как сегодня едут многочисленные добровольцы воевать за Украину, как сегодня едут там, якобы, другие добровольцы воевать за Россию на Донбассе и так далее. Это были такие же добровольцы. Почему ты считаешь, что их завозили? Предъявите хоть одно доказательство тому, что их завозили. Предъявите хоть одно доказательство, что этим людям там, например, у нас платили, что у нас были вообще деньги им платить. Покажите хоть что-нибудь, кто им мог платить. У нас наоборот люди недовольны бывали, что эти приехавшие арабы еще и деньги не дают там у нас. Что касается людей, которые спасли Басаева, Хаттаба, Вараевой, я не знаю, людей они спасли или нет. Они не спасатели были, они были воины. Это не их задача была спасать людей, их задача была воевать. И вот как воины они себя все-таки проявили неплохо, я тебе скажу. Опять-таки, возвращаясь к тому, что ни в коем случае не обеляю ни Басаева, ни Бараева, ни в коем случае не оправдываю преступления, которые были совершены этими людьми, осуждаю преступления, которые они совершали. И очевидные факты мы не можем отрицать. Мы не можем отрицать, что Басаева был выдающимся полководцем. Мы будем всегда благодарны Басаеву за уничтоженный псовский десант. Всегда будем ему благодарны. Все-таки есть, это те люди, которые, у них есть очень много заслуг именно военных в военном плане. Басаев все-таки был тем человеком, который впереди своих подчиненных пошел по минному полю, потерял ногу. То есть, он был очень отважный, смелый, дерзкий человек и грамотный полководец. Но при этом, к сожалению, он совершил немало преступных очень таких ошибок, которые, безусловно, мы осуждаем. И, конечно, это никак нельзя оправдать. Беслан, например, вообще никак нельзя оправдать. Мы это понимаем. Патриот. Ахмад Хаджи, как и требовалось, провозгласил шариат Вичкери. Это ложь. Это ложь. Сразу же я тебя остановлю. Ахмад Хаджи не то, что не провозгласил шариат. Ахмад Хаджи был самым яростным противником провозглашения шариат. Что опять-таки подтверждает то, что он был российским агентом изначально. Он даже на этом заседании, он говорит, что мы типа не готовы к тому, чтобы провозглашать шариат. Он даже на том шариатском суде говорит, что мы типа не готовы сегодня для того, чтобы провозглашать шариат. Этот человек был самым ярым противником провозглашения шариата. Поэтому сразу же ты промахнулся. Объявил джихад по тем же требованиям. Не по тем требованиям. Объявил джихад он совершенно по другим требованиям. Вышел вместе с народом, никуда он не выходил вместе с народом. Он максимум на трактор встал, объявил, призвал всех убивать столько русских, сколько они смогут. Это его цитата. И все, и поехал к себе домой в Косеюрт. Но от того, что Яндальби и Басаевы хотели усидеться на президентском кресле, нарушили все основы и принципы шариата. Не вина Кадырова, не его вина, что шариат предали твоих героев. Да, эти люди, Басаев никогда не сидел на президентском кресле, это ты лжешь, с Яндальбиевым. Яндальбиев был исполняющим обязанности президента. Когда прошли выборы и Масхадов победил на выборах, Яндальбиев безоговорочно, без сопротивления какого-то, без попыток удержаться, ничего не делая, просто отдал это кресло Масхадову. Вы знаете, этих людей можно, они не являются идеальными, да, их можно критиковать, есть за что критиковать, я не спорю. Но в то же время вы вообще, вот чья бы мычала, как говорится, ваша бы молчала. Вот вы, сторонники Кадыровых, вы вообще слова там сказать не можете. Для вас они просто идеалы, идеалы тех людей, которые полностью соответствовали своим словам, никогда не нарушали своих слов. Несмотря на то, что между ними было столько противоречий, они вместе могли собираться в шариатском суде, да, могли критиковать друг друга, но в то же время, когда началась война, они стали снова бок о бок и воевали против врага. Как бы там ни было, для вас, я говорю, да, вот для вас это являются идеалами вот того, что вот то, что вы хотите приписать сегодня Кадырову, это все было в них. Вот то, что вы хотите приписать Кадырову, хорошие качества, эти качества были в этих людях на самом деле. А шариат, то, что там предали, ну, прекрасно мы с тобой знаем, да, что такое предать. Что значит предать? Предать, это значит быть сегодня здесь, потом перейти к врагу и вместе с врагом бороться вот с теми, с кем ты был. Вот это значит предать. И мы с тобой знаем, кто это сделал. Так, давай без ля-ля. Субтитры сделал DimaTorzok